господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешим номер 278 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 15 сентября 16 года кто может кто желает может посмотреть материала часть это небольшая часть материала выставляю про этого человека который натворил столько зла что теоретически даже невозможно было поверить что целая страна вместе с самой многочисленной религиозной организации будет на поводу у него структура антисектантская главное самая большая подделка миссионерские отделы вообще выдавая себя за бога это чисто антихристово дело никакие миссионерские отделы не бог не создавал и святые отцы не создавали они этого не понимают а отбирают по качествам которые только придумать можно по злобе непримиримости высокоумию самомнению близоблюдство все это вместе собранное туда скатывалась темнота дыра в преисподнюю просто можете затормаживать и посмотреть остановите юрий соболев мир дому вашему сегодня игнатий технич слушал вашу проповедь взявший меч и думал как же так случилось что историческое сознание церкви выпустила библейский и столь явственный призыв христа к миру и и ответ получил почти сразу вашей следующей проповеди вот мы восходим и в салим вы там говорите христос говорит ученикам о том что надлежит ему пострадать умереть и воскреснуть а они его не слышат рассуждает о том кому сесть по правую и левую сторону почему потому что дух святой еще не сошел на них вот и ответ да хранит вас господь нападает на меня а нападать то надо факты какие то ничего нету конкретно а вот у меня написано пересвет ослябе их направил там сергий радовецкий ну канон то для сергия радовец к первую очередь я говорю что нужно было делать дальше прямо сразу лопаются во свете библии разбирать надо во свете библии а все ваши обвинения так ну по привычке по преданию по накатанной дорожке как угодно рассуждаете во свете библии вызовите меня на суд на любой во свете библии повторяю то есть то что говорит бог а то что накопилось за это время горы предрассудков и прочее я про это разговор не веду тут вы правы любое обвинение ваше оправданно почему практикой позорной которая погубила и царя и режим царский и ввергла страну в невиданный коллапс жертву в ужас потрясший мир просто как траву посекали подряд целое сословие ни два не три человека нашли такого который знал жесточайший человек как смирнов димитрий говорит что его пепел то разве это во вселенной надо чтобы на земле он не смерть дел более жестокой личности трудно найти поверили поверили вчерашние священнослужители стали говорить о нем хорошо вот ответ он другого не стал даже ставить кто не поймешь что ли частное или что-то прошу мне частное здесь не пишите я неисповедальны и никогда не разбираюсь считаю полезным сообщить сообщаю как тут по закону это яровой там сегодня написали мне сделали детскую площадку батут там прыгать горки кататься ну а если музыку включить все пикетом назовут все ты а за арестован не верится даже не неужели могли дойти до этого а вот это окупение оглупение это и происходило вот это свора дикая как я называю кодла кидались она всех счета замолкли нету сейчас вот эти материал это маленько образумили может кто-то и посмотрел и дикие глаза гляжут когда начинает говорить просто бешеные крутят вертят глазами не понимают вообще ничего миссионерский отдел какое ему дело до чужих дел собой-то не занимаются посмотри что у тебя во дворе дворкин что здесь делается и тогда в чужой двор то заглядывать некогда будет они ко мне претензии какие могут иметь я ничего нигде не устанавливаю я говорю свое мнение что христос призвал к миру они так крестик нарисовали на знамени все можно идти убивать крестик на щите крестовый поход но тут еще доказывать горы трупов одна инквизиция только как говорит статистика унесла 12 миллионов человек у католиков православные тоже хорошо потрудились со старообрядцами почистили события дня вот события дня посмотреть какие наши ресурсы чтобы все знали это вот первое мой мир сюда заходите многое можно найти фотографии ну и православный форум во свете библии вот этот гимн владимиром мочальным составлен как раз отображает во свете библии но и видеоканал открытым оком во свете библии сегодня этот выставил 6 роликов можно посмотреть уже по 2 по даже 6 прямо показывать все открывать нечего наш сайт богатый вот во свете библии сайт я потом дам прослушать этот гимн посвященный сайту прошу где-нибудь в интернете есть или нет чтобы составляли гимн исполнили его сайту вот как люди зазомбированы говорит там гуруизм и такие слова то применяют они грамотно а ничего не видит ничего не знаю главное здесь ответы пока отключить вчера было решил поснимать поехал на поле игорь на машине ездит груз отвозит пшеницу правда еще менее у них было сын его терентий 23 года вот закончил университета вернулся в деревне он на комбайне один комбайн вывели еще труха туже на поле застрял другой нынче прикупил но тоже старый мы обратились к тому что может быть найдется человек который поможет игорю подарит ему комбайн а чего ради досу для славы божьей это кормилиц пшеница и все же идет сюда мы поехал решил дальше посмотреть к аренду велосипед на себе тащил цепь зажевала цепь зажевана и не мог вытащить никак ну и три километра на одной ноге прыгал ну и володя вчера возили тут я ролик выставил сняли рентген и показано было что перелома нет я говорю почему никто не сказал этого-то в гипс заложили даже предположительно а может перелом был да все молились и господь исцелил это даже во внимание берется не его не было почему рентген главное рентген вот мы не знаем конечно я просто предположительно говорю даже такой не допускается а житие святого мины ему руки отрубили жития святых бросили в огонь руки са сгорели а наутро выходит руки у него на месте ну может это быть или не может да нет их не рубили это показалось это волшебство такое было показано вот и все вера то какая больше прибором разным я уверовал потому-то сказать нет не поэтому у вас были затруднения вы не знали куда я вот уверовал работаю на корабле учусь в мореходном училище после армии прекрасное стопроцентное здоровье деньги все есть все в душе нет покоя нет радости нет уверенности в завтрашнем дне и господь в это время показывает приводит святой библии вот причина то какая а не то что то у вас трудно было бывает так в это время его там нашли какие-то люди пригласили он послушал обратился у меня было наоборот полный достаток ни в чем не имея нужды что на человеку нужно главное здоровье хорошая работа заработок хорошее отношение с людьми у меня все это было в преизбытке и в это время я обратился 27 сентября 1962 года когда мне было двадцать три года как терентию вчера приехали уже два священника один из них архимандрит бердника филарет московский патриархат потому что вот я говорю сегодня 16 сентября это престольный праздник вот тоже на нашей общины святом фильмовской потеряевки слова престольный напоминает о чем на престоле славы господь и тут как для бога ему престол мысли того зла надо возвращать первоистоку значит это все-таки празднование души которая знает что есть белый престол от лица которого бежали небо и земля и бог будет судить престольный напоминание о вечности там что-то записывали вчера потом будет какое слово зачитывали сегодня еще ожидаем гостей кто-то будет митрополита не будет вчера он вылетел в москву так такие сведения там какое-то совещание раз вчера он вылетел то есть сегодня у них как раз совещание и а у нас он быть не может но благословение его я говорю для тех которые не расположены уже к нему к митрополиту сергию алтайскому и барнаульскому за то что он к нам благоволит за то что у нас хорошие отношения и особенно лютует кто связан с миссионерским отделом аж лопаются но это ваш митрополит не так он делает он должен быть как они вот такой же злобный нападать орвать а он не такой он добрый его и по по глазам видать по выражению лица он добрый а если завтра вас по на вас поднимется зачем говорит завтра бог знает как будет у нас хорошие отношения вот вчерашний один день радость что володя приехал нога не переломана он сам пришел тут выставили мой ролик показали благодарим всех кто молился кто был расположен к нему может быть перелом вполне можем допустить все на гипс сняли я верю в это верю отбежу человек разрезанный верите что он может стать может и меня этим не удивишь почему я верю что христос воскрес выше этого ничего нету и самое главное чудо что он меня принял что меня привлек что меня избрал избрание совершил что духом святым возродил душу что благословил духом святым свидетелем быть вчера так далеко был у меня техника моя сломалась велосипед едет на встречу машина я сторонку маленькой стою он остановился вышел оказалось из соседней деревни там молодежи называются и стали говорить моя мой 1 года примерно анатолий а я вот смотрел по телевизору там тв-24 это не вас показывали я говорю да нас показывали мы стали говорить дал визитку у его телевизор то есть а интернета нет ну сына но там посмотришь и всем заинтересовался переспрашивает тут началось уже свидетельство почему мы такие это христос так делает ему говорю он ездит рядом приезжает и потеряевку ни разу не заезжала где она а стоит три километра потеряевки она вся потеряевка в лесу ну а колки называется колки какие колки около о колки придумали колки тоже название какое колки колки еще там колкова нету все мягкое березовые рощи большие сразу мне не надо искать того свидетельствовать бог посылает это миссия сегодня будут люди с которыми говорить будем разрешено нет будет поселиться здесь ну то есть жизнь наполненная я вчера снимал немного в храме к богослужения идет я повернул аппараты вышел показываю рядом идет уборка хлеб привозят сыпают заходим а тут духовный хлеб не хлебом единым жив человек во всяким словом исходящим из уст божий не от выдумок не от монахов пустынников которые вопреки слова божия многое наговорили многое установили а из уст божий то есть из святой библии вот события дня одного дня и с утра до вечера благодарение богу так вот дивно устроил он куда не посмотришь чудеса такая затяжная осень как бабье лето называет березы даже не желтеют еще а тут было как-то приезжал архиерей на и в тихий епископ и в тихий курочкин по игореву складу прошли а у снег выпал 16 снег выпал а сейчас до 1 октября сводка показывает ниже нуля нету ну видите как раз на раз не сходится мы благодарим бога еще раз напоминаю тем кто молился о здравии владимира пащенко так для нас это радость большая что господь сохранил и он очень нужен везде работает везде его зовут ну никита пасет а мы тут вовремя убрали нынче картошки как с украины пишут а у нас картошка мешок на мешке оставим девать некуда ну вот у нас так поменьше мы за это благодарим вот дескать на украине на западной у нас так хорошо рад за вас так хорошо у вас там яблоки есть у нас тоже может тут кое-что есть но что у нас есть у вас этого нет вот этой приветливости открытости широты души ну просто я нигде так кажется не видел не считая в грузии отдельно там где-то так вот так вот она проверяет меня сестра все хорошо ну поздравить нам хотела дух святой сходит на человека и человек меняется он благодарит бога я благодарю сам за всех кто расположен был к нам кто молился что дожили мы до этого времени 10 октября как думаем если господь благословит уже выезжать барнаул видимо никиту оставим еще попасти если пасть бабы будет продолжаться дело божие просят мы сейчас во свете библии дадим послушать не а а а а а а а Где твердость руки и сомнения нет В Христовых пресветлых стопах Но путь освещает лишь Библии свет В земных и небесных мирах Должны внести Слово Божие в сердцах Всем людям планеты Земля Забытые строки с любовью Отца Мы сломим вновь правду Христа Последствием Библии Вольем об истине Мы путь прокладываем свой Делами египными Христе египными Идем мы православный бой Отдай в грехах Забыв Божий страх Родители нынче в слезах Ты смело шагай И не унывай Жгим на пути помогай С Христом воплоти Нам нужно идти Пройти километры дорог Ты слышишь вперед Труба нас зовет И это все делает Бог О свете Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами египными Христе египными Идем мы православный бой Путь сколько дорогов И сколько друзей Погони ты не забывай Ты в жизни своей Все преодолей Лишь даже его словом Живой Она тем сильней Сердце твое Случит все ясней И ясней Ведь Бог свет создал И в ничего И мы всем станем теплей Последи Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами египными Христе египными Идем мы православный бой О свете Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами египными Христе египными Ведем мы православный бой Ведем мы православный бой По свете земли, боя на пристене, Ведем мы православный бой. Ведем мы православный бой. Благословен Господь, дарующий нам добрых друзей. Этот Владимир Мочалин никак не выходит на меня. Писал он поблагодарить его. Слава Иисусу Христу во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова